добрый день коллеги как хорошо меня слышно пожалуйста поставьте плюсик если слышите и видите меня хорошо прежде чем передать слово основному спикеру сегодняшнего вебинара я хотел бы сделать несколько объявлений и прежде всего хотел бы извиниться за перенос начала нашего вебинара который состоялся у нас по техническим причинам дело в том что у нас два вебинара от директ медиа наложились в один и тот же день и час так получилось и мы решили их разнести смогли это сделать только вчера но вот судя по тому что вы здесь все-таки собрались это здорово что вы до нас дошли и сегодня мы наш вебинар для преподавателей и авторов проведем проводить его будет анна иванова наш ответственный редактор издательства директ медиа но перед тем как передать ей слово я хотел бы сделать несколько объявлений во первых я не знаю многие ли из вас посещали наши предыдущие вебинары если кто-то а вот пишут что для сибири оптимальное время а вот к сожалению у нас никогда не получается оптимального времени для всей территории россии россия у нас большая и кого-то мы обязательно ущемляем поэтому мы стараемся проводить наши вебинары в период с 12 начинать вебинары с 12 до 3 по московскому времени тут разные есть мнение на этот счет кто-то любит из дома смотреть поэтому вечером приятнее кто-то любит обязательно с работы поэтому вот мы не утром не вечером по москве не проводим а где-то в середине дня чтобы в общем и сибирь нас могла посмотреть ближе к вечеру а дальний восток из из дома а так вот я я продолжу как всегда материалы нашего вебинара доступны в окошечке общедоступные ресурсы если не кто-то не знает как у кого-то нет этого окошечка сейчас прямо посмотрите примерно вот сюда в верхнем ряду справа в верхнем ряду есть у вас ряд кнопочек такие как поднятая рука смайлик и третья кнопочка это такая открытая желтая папочка вот если будете на нее нажимать то будет возникать и исчезать окошко с ресурсами а вот сегодня в этих ресурсах у нас два файла это сегодняшний вебинар его вы можете скачать и использовать у себя потом со ссылкой на нас желательно и план наших вебинаров на оставшееся время осталось у нас не так много времени у нас остался только декабрь предваряя возможный ваш интерес хочу сказать что в следующем году мы продолжим наши вот такой интенсивные вебинары и более того у нас их их количество увеличится увеличится количество внешних экспертов которые мы будем приглашать и количество и тем мы наши станут разнообразнее но будут и темы наши типовые про нашу электронную библиотечную систему про компанию директ медиа это все тоже будет и в свое время мы в рассылочках вам этот материал выдадим надеюсь что вы прямо с января начнете посещать новые наши вебинары а пока хочу сказать что оставшиеся вебинары их график вы можете скачать в виде файла кроме того как всегда я презентую ну собственно на не буду сейчас копировать эту ссылку посмотрите пожалуйста в самое начало нашего чата в самом начале нашего чата вы видите ссылочку на нашу страничку в фейсбуке пожалуйста посетите нашу страничку и станьте ее постоянным читателям и что очень важно наш канал подпишитесь на наш канал в ютюбе это не только канал на который мы кладем все наши видео мероприятия но обязательно кладем туда и все записи наших вебинаров поэтому если какой-то вебинар вы не смогли посетить и хотите его посмотреть вот на нашем канале в плейлисте вебинары вы всегда сможете это сделать в том числе и запись этого вебинара через некоторое время там тоже появится ну и я хотел бы просто предварить некоторые вебинары которые будут у нас ближайшее время следующий вебинар у нас состоится завтра юрий николаевич белоножкин будет проводить вот так вот он называется этот вебинар из цикла электронное обучение и прямо здесь приведу ссылочку на регистрацию в этом вебинаре сейчас одну минуточку вот эта ссылка ну и не могу сказать не сказать о вебинаре который пройдет на следующей неделе пройдет два вебинара но первый из них я хочу проанонсировать этот вебинар буду вести я он посвящен опять посвящен если кто-то уже был на 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 подобных вебинарах проекту артотеки и интерактивному интерактивным путешествием в разделе артотека а в частности одному крупному большому выпуску нашей артотеки который называется сад земных наслаждений они и анима bosch а вот там два интереснейших интерактивных путешествия с которыми я вас познакомлю ну и на этот вебинар вы можете записаться вот по этой ссылочке будет он проходить 27 числа 27 декабря вот вторая ссылка ну что ж коллеги я наверное сказал все что хотел для того чтобы предварить выступление анны ивановой а а сейчас я передаю ей слово она вам слово и пожалуйста мы приступаем слушайте наш вебинар который называется издательство директ-медиа находка для преподавателя ана добрый день я здесь хорошо слышно да отлично и так все здорово спасибо большое за помощь я возвращаюсь нашу волну и продолжаем значит мы постоянно ищем что-то новое для того чтобы наше с вами обучение было актуальным и современным собственно говоря вот эта задача сейчас для преподавателя реализуется гораздо проще чем это было ранее и собственно говоря надеемся что наше слово здесь далеко не последнее в связи с этим мы идем и ведем постоянную работу с авторами преподавателями работающими в разных научных областях за почти 15 лет работы у нас образовался такой прочный пул научных изданий которые мы представляем на книжном рынке допустим мы вот в истории философии в экономике наши книги они всегда актуальны и на в рамках литературы нон-фикшен они конечно на первых местах нас это очень радует собственно говоря это это подтверждает то что мы двигаемся в правильном направлении кроме того в нашем интернет-магазине мы работаем не только для эбэс но и в нашем интернет магазине тоже размещаем чуть попозже к этому вернусь напомню что наше издательство владеет крупнейшей эбэс и всеми издательскими новинками мы пополняем фонд университетской библиотеки онлайн и недавно ну как недавно год назад присоединившийся к нам эбэс книга фонд мы представляем сотням вузов и сузов возможность быть в курсе вот последних исследований научных работ использовать новые учебники в своей работе использовать научные монографии по актуальным темам и собственно в интернет-магазине мы от издательства по желанию авторов размещаем издание для сторонних пользователей это сделано не только для широко интересующейся аудитории но и для вузов не не подключенных нашей эбэс да к сожалению такое бывает но тем не менее вуз может быть подключен к сторонней эбэс но закупать литературу в печатном виде предпочитает допустим у нас ну потому что она актуальна и потому что преподаватели которые работают в этом вузе все таки отслеживают научные тенденции и так как их вуз не подписан на эбэс куда входит вся эта литература то они закупают для своих библиотек для своих учащихся печатные издания нашего издательства поэтому мы конечно не закрываем книги внутри эбэс а стараемся их доносить до конечного пользователя вообще закупка вузов не использующих нашу эбэс нашу литературу мы считаем что это вообще показатель качества и актуальность правильности направления в котором мы движемся вот поэтому это наша гордость что касается авторов и преподавателей с которыми мы работаем то здесь возможности предоставляемые директ медиа для автора и преподавателя они конечно имеют существенные различия и несомненно у преподавателей возможности этих больше чуть ниже я расскажу вкратце и про возможности автора и про возможности для преподавателя и мне бы хотелось чтобы вы сразу обратили внимание разграничили для себя две эти области и потом соединили вот это было бы абсолютно здорово итак возможности предоставляемые издательством для авторов ну во первых мы работаем на основании официальных документов то есть с каждым автором мы заключаем договор на передачу исключительных или не исключительных так на публикацию я практически уверена что большинство из вас знают в чем разница но так чуть чуть коснусь передача по договору исключительных прав это значит что на какой-то отрезок времени издательство получившие такие права владеет ими полностью и распоряжается в рамках подготовки издания к печати в рамках дистрибуции полностью и выплачивает автору соответствующий гонорар royalty регулярно по мере использования а не исключительные права это все таки права остающиеся по договору у автора но издательство берет во временное использование опять же это конкретный промежуток времени как правило это 3-5 лет ну 5 чаще всего 5 лет когда издательство наряду с такими же правами у других издательств к которым автор может обратиться реализует вот по возможности дистрибуцию печатного издания или электронного издания тут без разницы вот поэтому здесь на самом деле все все зависит от автора который передает права от его желания хочет он работать исключительно с одним издательством или он хочет использовать несколько там тоже есть определенные сложности чуть позже тоже о них расскажу но собственно говоря все в руках автора далее мы работая с автором осуществляем полный издательский цикл начиная от получения в работу материалов доработки их подготовки к печати до распространения издания и регистрации во всех необходимых службах мы присваиваем у асбин мы подаем публикации в базу ринс мы предоставляем обязательный экземпляр в книжную палату российской федерации мы полностью оформляем материалы по госту то есть это полноценное издание книга материалы которые к нам попадают от авторов в работу они конечно совершенно разные и мы конечно работаем и с литературой в цифровом виде и с литературой которую нам передают в печатном виде со временем технологии идут быстрее и авторы учатся передают в электронном виде но тем не менее получаем мы до сих пор и рукописи ну бывает так что автору проще писать от руки бывает что передают в электронном виде бывает что если мы берем переиздание какой-то книги дополненный переработанный автором но уже когда-либо был когда-либо изданный то здесь конечно вид переданных нам материалов бывает совершенно разный и с пометками от руки на полях и с клейками в общем работа конечно тяжелая но тем не менее в итоге мы получаем такой достойный вариант печатной книги чем собственно гордимся далее работа я чуть позже обращусь в общий чат а сначала вам все-все расскажу работа с автором конечно должна вознаграждаться это его труд на который он потратил свое время своей силой оно должно быть оценено по достоинству наши авторы ежеквартально получают роль от предоставления электронных печатных вариантов издания мы используем и по соблицензионным договорам то есть предоставляем нашим партнерам на площадке распространяем издание вот и от всех видов использования автор получает ежеквартальные роялти процент роялти обязательно прописывается в договоре он не меняется ни в коем случае и конечно существует минимальный порог к переводу роялти но тем не менее большинство наших авторов спокойно его перешагивают и получают и моральное и финансовое удовлетворение от сотрудничества собственно говоря для нас это очень важно о том что система использования и выплат у нас в издательстве довольно прозрачна автор может судить по своему личному кабинету все работы которые мы делаем и как их реализуем он может отслеживать в своем личном кабинете и и печатное распространение и электронный вид и даже постраничный просмотр все это автор видит плюс те роялти которые ему начислены и подлежат к выплате в ближайший квартал тоже это все видно и стоимость постраничного просмотра все это мы стараемся отображать чтобы между нами было меньше неясности больше прозрачности вот потому что это залог того что мы будем работать и дальше ну и собственно посмотреть для собственного роста для своей статистики как ты сработал на книгу это очень важно собственно говоря работа с личным кабинетом она всегда направлена на то чтобы автор был полностью удовлетворен в том что его работа нужна в том что она оценена по достоинству поэтому здесь мы конечно никогда не прекращаем работу что касается возможностей для преподавателей вузов подключенных к КБС здесь возможностей конечно больше я понимаю что данная презентация не суть руководства использования личного кабинета преподавателя я только вкратце коснусь каких-то особых моментов в вашем личном кабинете и поэтому какие-то вопросы более подробные можно будет задать но мне бы конечно хотелось чтобы вы сориентировались на то что преподаватель может получить в качестве автора напомню что вуз преподавателем которого вы являетесь подключен к КБС имеет доступ к базовой коллекции приобретенной этим вузом в использовании преподаватель вуза имеет свой личный кабинет в КБС и соответственно может пользоваться всеми функциями данной системы для своей работы вот первое с чего начинается это оформление личного профиля достойное оформление профиля это первый шаг к тому какую репутацию вы себе создаете не только как к преподавателю но и как к будущему потенциальному автору конечно тут должны быть заполнены все поля какие-то ваши особенности регалии достойные фотографии потому что это ваше лицо и оно изначально должно работать на на вас вот поэтому фотографии не на фоне ковра это вот самое-самое хорошее начало в своем личном кабинете когда вы начинаете пользоваться функционалом АБС вы сейчас я переключу следующий слайд вот кстати обратите внимание на смайл это вот пример того как лучше не начинать работу преподавателя с последующим ростом до автора в АБС потому что здесь изначально большое количество людей которые вас видят и которые будут вас ассоциировать именно с той фотографией которую вы видели в первый раз итак в своем личном кабинете вы можете выгрузить базовую коллекцию целиком или по частям надеюсь что вы знаете что это разница только во времени выгрузки каждый преподаватель может работать с любой книгой из коллекции создавать из интересующих его книг свои библиотеки наиболее заинтересовавшие вас книги помечать и перебрасывать в избранные это облегчает работу и конечно как для преподавателя это важно также преподаватель может создавать свои учебные курсы прикреплять литературу к своим дисциплинам создавать учебные группы в которой объединяются студентам там дается задание получается готовое решение в общем вот эти моменты я уверена что вы уже конечно с ними знакомы но кроме того очень важным моментом идет работа с книгой вот в книге есть возможность образования цитатника почему рассказываю сейчас про те книги которые уже есть в ЭБС только с той целью что любое это действие потом можно делать и с вашей книгой которую вы собственно говоря имеете возможность размещать итак создание цитатников это функция личного кабинета преподавателя она увеличивает цитируемость книги то есть уже как бы дальше идет распространение и мы конечно понимаем что любой преподаватель он заинтересован в цитируемости еще чуть позже к нему вернусь и любой преподаватель это потенциальный автор и чаще всего он имеет свои собственные публикации наработки за годы работы со студентами какие-то свои методики вообще даже свою подборку материалов которым пользуются при проведении занятий вот в этой точке пересекается преподаватель с автором и собственно говоря мы понимая это дали максимальной возможности которые которые есть чтобы преподаватель к своей профессиональной деятельности еще и добавлял и авторскую деятельность и так раздел моей публикации позволяет любому преподавателю загрузить файл со своей публикации после ее рассмотрения мы можем с ним работать как с автором собственные книги загружаются в разных форматах это может быть док, pdf, дежавю даже mp3 e-paper ну в общем мы предусмотрели максимальное количество возможностей хотя конечно большинство добавляет работает в ворде и добавляет с расширением док указываете описание и другие необходимые параметры почему после рассмотрения мы принимаем или не принимаем книгу дело в том что я уже говорила мы ориентированы на научную учебную литературу и разумеется мы должны сначала решить входит ли эта книга в наш контент составляет ли она у мк полностью или это какая-то методичка которая будет актуальна для вас но неприемлема для других преподавателей лишней поэтому здесь мы обязательно берем материалы к рассмотрению понимая что это в большинстве случаев нам передают свои разработки авторство более чем реально поэтому я надеюсь что вы не стесняетесь и активно пользуетесь этим ресурсом публикации чтобы стать нашим автором и я вижу по статистике что так оно на самом деле и есть впоследствии конечно ВУЗ может включить вашу публикацию мы можем включить коллекцию и ВУЗ может выкупить и пользоваться в течение какого-то периода причем не ваш ВУЗ а собственно целая галерея ВУЗов нашей страны это на самом деле здорово это распространение не только ваших наработок но и вашего имени книга включенная в ЭБС публикация уже она оформляется всегда соответствующим образом к ней делается библиографическая запись вы знаете что по библиографическому записям включается книга в РПД потом это подлежит работе кроме того у нас есть уникальная функция ВВС это создание отдельного от работы списка литературы это тоже увеличивает цитируемость собственно говоря это важно вообще цитируемость и цитирование у нас посвящено очень много нашего времени прежде всего потому что это важно преподавателю автору ну и соответственно нам потому что книги изданные под нашим издательством нам бы хотелось видеть в большем количестве предопросов в РИМСе поэтому для нас это очень важно и мы стараемся тщательно заполнять свое время именно отправлять списки всех наших публикаций в базу РИМС отслеживаем выкладку потому что несмотря на то что мы активно сотрудничаем с e-лайбрари все таки это сторонняя организация и чтобы получить результат нам приходится регулярно отслеживать и смотреть своих авторов чтобы они все были выложены чтобы списки были полностью обработаны и каждый автор получил свою ссылочку и повысил свой индекс Херша вот конечно у нас интегрирован личный кабинет вы видели если у вас есть публикации вы уже видели что в личном кабинете есть информация показателей РИМС это актуальная информация она обновляется если появляются какие-то публикации вот поэтому мы стараемся за этим следить и надеемся что для вас это тоже важно и вы это оценили уже любая публикация в электронном виде в печатном виде да мы ее конечно регистрируем в книжной палате при своем мазьбе все делаем нужное и что самое главное мы конечно подтверждаем по требованию преподавателей выдаем сертификаты официально подтверждающие факт публикации авторского материала по требованию то есть все условности с нашей стороны они разумеется соблюдаются и здесь не может быть никаких исключений мы за свои опубликованные работы отвечаем и предоставляем любую информацию большинство издательств предлагает авторское сотрудничество на платной основе в этом плане наше издательство конечно оно отличается тем что дает возможность выбрать мы уже говорили про договоры на исключительные права и на передачу исключительных прав и конечно мы выделили что если мы работаем с книгой от начала с новой публикации от начала получения материалов и до конца до реальной печатной книги то конечно нам интересно и вам интересно чтобы это были исключительные права и здесь издательство берет на себя все финансовые издержки обязательно предоставляет авторские экземпляры авторам и конечно нам это очень интересно но тоже понимая что не все авторы готовы передать исключительные права и хотели бы работать с разными издательствами и могут вложиться в это мы предоставляем такую возможность и на не исключительных правах берем книги которые по расценкам по расценкам делаем на платной основе не могу сказать что подводя уже итоги но забегая вперед мне бы хотелось чтобы вы у себя в голове обобщили и поняли что собственно говоря как с нами можно еще работать я понимаю что большинство эту презентацию возьмет и она будет перед глазами но хотелось бы проговорить что мы с удовольствием возьмем в работу ваши новые публикации или ранее публиковавшиеся работы чтобы пополнить фонд ЭБС и доставить их широкому пользователю напоминаю что мы осуществляем полный цикл подготовки книг публикации от редакторского материала корректуры до верстки и подготовки дизайн макеты до выхода полноценной книги есть авторы которые совершенно обоснованно уверенно в себе отказываются от редакции и корректуры но есть и такое мы работаем с книгами в авторской редакции то есть здесь совершенно спокойно можем работать и в таком направлении и мы конечно гарантируем что это все будет официально задокументировано что все требования ГОСТа присвоения СБН будет выполнено что мы подтвердим сертификатом вашу публикацию что мы доведем работу до печатного экземпляра этот пункт можно если он для вас неприемлем то его конечно можно убрать и осуществить публикацию только в электронном виде это тоже приемлемо есть такие дисциплины где публикация материалов она наверное не выстрелит так как в других вот такое тоже бывает и в электронном виде эти книги идут лучше чем в печатном допустим то есть это тоже на усмотрение автора но мы разработали с годами наработали сеть распространения поэтому конечно нам было бы интересно различные области в ринсе мы обязательно регистрируем защищаем от незаконного использования на этом моменте немножко остановлюсь предоставляя нам исключительные права на книгу вы понимаете что вы отдаете только нам и книга защищается только нами когда передается материал не исключительных правах здесь конечно нужно быть очень внимательным и понимать что от вас будут затребованы больше усилия для отслеживания защиты авторских прав еще и по другим издательствам это только контроль достойные издательства никогда не отдаст на пиратские площадки свои материалы поэтому здесь конечно все зависит от вас насколько вы готовы контролировать и отслеживать свои материалы их распространение или же хотите просто вот конкретное издательство чтобы за это отвечало здесь тоже на выбор автора нет однозначных плюсов или однозначных минусов что касается продвижения в сети интернет здесь я перескочу на минутку на следующий слайд мы обязательно информируем о том какие новинки у нас появляются как сказала у нас есть аккаунт в фейсбуке у нас есть аккаунт вконтакте и вот аккаунт вконтакте он конечно больше ориентирован именно на представление наших печатных продукций каждую книгу мы анонсируем и у нас там есть сложившаяся аудитория ну собственно говоря обязательно в соцсети это не только зло и мы используем их по назначению мы информируем народ как вообще можно узнать о новинках также мы гарантируем что автор увидит как распространяются его книги сколько продано сколько скачано сколько просмотрено и что он за это получит как бы не выделялась интеллектуальная работа что это труд который идет во благо общества все-таки оно должно быть оценено по достоинству это все понимают конечно мы в этом плане сработали наличные кабинеты доступ к персональной статистике максимально убрали ручной труд то есть здесь только отображение системы сколько было куплено по факту вот и соответственно выплаты вознаграждений которая регулярно производится это мы тоже отслеживаем и собственно говоря благодарны и таким образом авторам вот те тарифы о которых я вам говорила ранее если вы готовы нам предоставить публикацию на неисключительных правах готовы вложиться допустим в нее то тарифы следующие мы их для удобства разделили на части отдельно мы считаем верстку книг подготовку к печати отдельно дизайн корректуру присвоение асбн вы знаете да что это услуга платная на исключительных правах мы все берем на себя на неисключительных правах мы информируем автора о том что эта услуга нами выполнена и собственно говоря выставляем за это счет это первое если мы готовим издание в электронном виде если плюс к этому вы хотите печатный вариант то расценки следующий то есть в среднем печать вашей книги допустим в 300 страниц печатных обычно не авторских она будет стоить около 400 рублей это очень и очень бюджетный вариант собственно говоря мы к этому долго шли для того чтобы печать таких книг научной тематики учебной она была доступна вот конечно есть исключения есть сложные издания диаграммами схемами цветной печатью это расценивается немного по другой схеме но тем не менее здесь учитываются типографские запросы и мы стараемся как можно больше выиграть в цене в пользу автора чтобы это была доступная печать вот и это можно было сделать немного по дистрибуции здесь тоже все прозрачно мы любая книга изначально это электронная книга она может выводиться на печать может остаться электронной в электронном виде мы обязательно пополняем ЭБС я уже говорила об этом а также добавляем в интернет-магазин нашего издательства кроме того мы размещаем на портале Google Play системе и партнерских по лицензионным договорам печатные книги одновременно с электронными они доступны на наших партнерских площадках магазина Озон Майшоп и нашего интернет-магазина кроме того мы работаем с библиоглобусом мы работаем с небольшими магазинами печатной книги то есть мы осуществляем распространение как обычный поставщик в магазины также любое издательство тем более научное считает своим преимуществом напрямую работать с библиотечными коллекторами комплектаторы библиотек это наша регулярная работа мы регулярно добавляем в прайс наши новые поступления я перечислила только часть того пула комплектаторов которые есть эти организации регулярно получают наши обновленные прайсы и пополняют библиотеки научные библиотеки публичные библиотеки нашей страны вот теперь наверное можно уже сказать об итогах мне бы хотелось чтобы вы как преподаватель увидели для себя еще и возможность авторства большинство уже увидело такую возможность и вкратце по пунктам вы можете для себя определить что любая ваша публикация которую вы используете для обучения она может стать публикацией для широкой общественности для других вузов для других учащихся и она будет полноценной она будет отражена в ринс она будет участвовать в сети дистрибуции она будет отображаться у вас по продажам в личном кабинете и разумеется вы будете за нее получать не только от нее получать не только удовольствие но и финансовая что хотелось бы совсем при окончании своей презентации сказать что всех преподавателей готовых выйти из зоны комфорта и стать еще и автором мы приглашаем сотрудничество надеемся что наше издательство станет для вас находкой так же как и вы для нашего издательства публикуйте свои работы в личных кабинетах ЭБС или выходите на прямой контакт все контакты перед вами вы можете писать напрямую и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы касаемые чего угодно конкретно пунктов договора мы его обязательно высылаем или каких-то моментов по дистрибуции публикации мы с удовольствием ответим на ваши вопросы так я в чате вижу вопрос от Сергея Александровича Сергей Александрович если вы подписаны ваш вуз подписан у вас есть менеджер который собственно говоря вас обслуживает и вы можете написать напрямую ему либо вот по указанному контакту вы можете обратиться с предложением и мы обязательно сотрудник который за это отвечает мы дадим в работу если есть какие-то еще вопросы я с удовольствием отвечу можете писать их в общем чате что касается какие гонорары предусмотрены для авторов автор получает здесь нужно разграничить если это электронный вид то там идет формула расчета с автором по страничным каждая страница имеет свою ценность и в расчете от того сколько страниц в книге вычисляется перевод к автору это 30% от стоимости электронного варианта отлично тестовый доступ это уже целый шаг вот но тем не менее даже если вы не будете работать как вуз да ну тестовый доступ он когда-нибудь закончится он для того и тестовый чтобы либо начать работу либо ее не начать поэтому если вы все-таки хотите себя реализовать как автор это совершенно не проблема перед вами адрес электронной почты вот любые предложения о публикации рассматриваются даже сторонними авторами дело в том что издательство оно же не работает по созданной им же цепочке вузов да оно с удовольствием работает и со сторонними авторами которые видят что у издательства есть определенный контент который им подходит допустим научная литература да и он готов работать с издательством напрямую такие заявки нам поступают мы рассматриваем и если это все входит в рамки нашего контента мы с удовольствием берем в работу ну что ж я я надеюсь что вы как преподавателя для себя открыли новую страничку авторского и надеюсь на сотрудничество с вами так что пишите если будут вопросы по адресу мне было очень приятно вам рассказать как наше издательство работает мне очень приятно делать книги которые вы делаете для нас спасибо Юрий Николаевич если электронный курс если электронный курс имеет основу готовую к публикации почему нет дело в том что в электронном курсе можно выделить и аспект который переключается на печатное задание допустим теорию вы можете прочитать здесь отработать практику здесь в электронных курсах у нас в прошлом году была такая проба это было банковское дело и задачи которые решались часть теоретическая была в учебнике выданным нами а часть была в задачах которые велись на электронных курсах с учениками напрямую поэтому здесь выделение части работы электронных курсов переключение ее на печатные издания здесь совершенно нет никакой проблемы отлично ну вот про курсы это на самом деле это практика распространенная для областей дисциплин где есть большая теоретическая часть и если курс построен по определенному плану то комплектование вот этой теоретической части в отдельном издании оно собственно оптимально еще нужно предварительно оценить собственно говоря проработать со статистикой курса насколько это будет актуально насколько это будет работать собственно говоря если курс собирает большое количество слушателей то разумеется публикация это оптимальный вариант оно снимает часть нагрузки с курсов электронных и переключает делится время переключает на изучение печатного варианта электронного все я буду рада если еще мы охватим в своей работе курсы я думаю что это вообще тема отдельной презентации я была рада с вами пообщаться всего доброго выходите на контакт пишите до свидания